Знали ли вы, что не все игрушки стоит давать детям в руки? Сегодня мы расскажем о 10 таких игрушках. Поехали! Кукла Скиппер Кукла по имени Скиппер была выпущена в 1964 году в качестве младшей сестры всемирно известной куклы Барби. Скиппер, как и старшая сестра, блондинка, на голове которой яркий красный ободок. А одета она в симпатичное красно-синее платье с белыми принтами. Одной из задач являлась наглядная демонстрация признаков полового созревания девочкам-подросткам. Однако позже возник вопрос, правильно ли это? Вращая одну из рук куклы, можно было сузить ее талию, увеличить рост и даже размер груди. По мнению многих родителей, такую куклу не стоило рекламировать и уж тем более отпускать в продажу. Более того, вскоре после выпуска куклы-подростка Скиппер прошел слух о том, что к выпуску планируется партия кукол-мальчиков, чьи физические свойства также можно будет изменять с помощью вращения руки. Конфеты-сигареты Еще одна вещь, предназначенная для детей, это конфеты в форме сигарет. Будучи детьми в холодную пору, представляли ли вы, находясь на улице и выдыхая воздух, будто курите? Наверняка да. Сразу чувствовали себя старше, важнее и значимее. Позже на прилавках магазинов появился такой товар, как сладкие сигареты-конфеты, для детей. А продавались они в упаковке, очень напоминавшей пачку из-под самых настоящих сигарет для взрослых. Несмотря на то, что те сигареты были всего лишь сладостью, дети использовали их как игрушку и имитировали процесс курения. Однако у многих родителей тут же возник вопрос, правильно ли внушать детям мысль, что курение – это круто? В результатам опроса, проведенного в 2007 году, 55% опрошенных курящих взрослых баловались сладкой сигаретой в детстве. Совпадение? Или между вредной привычкой и безобидной конфетой действительно есть связь? Как бы то ни было, мы считаем, что подобные конфеты следует производить в более нейтральной форме. Волосатая кукла. Наша следующая игрушка может вызвать чувство беспокойства и тревоги буквально с первого взгляда. Все дело в том, что на коробке из-под куклы написано «ты можешь побрить игрушку». К счастью, эта кукла всего лишь произведение искусства, которое вряд ли попадет на прилавки детских магазинов. Появилась волосатая кукла в 1995 году в Варшаве, а ее ноги, плечи и интимные места густо покрыты рыжим волосяным покровом. Что хотел сказать своим произведением искусства создатель – неясно. А может и к лучшему, чтобы мы об этом никогда не узнали. Дартс для лужайки. Если вы являетесь жителем США старше 37 лет, вы наверняка помните эту игрушку. Дартс на лужайке – игра, подразумевающая метание дротиков в пластиковые кольца, разложенные во дворе на лужайке. Стоит признать, что игра пользовалась популярностью. Детям было весело, а главное, такой дарт занимал их довольно надолго. Однако 30-сантиметровые железные наконечники дротиков были довольно острыми, что в свое время стало причиной нескольких несчастных случаев. Отбросив в сторону все плюсы дартса на лужайке, родителям все же пришлось добиваться запрета на продажу такой опасной игры. В результате чего дартс на лужайке сняли с производства в 1988 году. Тем не менее, идея игры была настолько популярна, что производители решили позже поменять острые железные наконечники на мягкие, округлые, а также добавить в дротики подсветку, тем самым открыв для детей возможность играть в дартс даже поздним вечером. Игровой набор атомщика. Этот игровой лабораторный набор стал одной из самых захватывающих игрушек своего времени. Однако, стоило ли детям покупать такие наборы? Да, стоит признать, что игрушка действительно могла всячески развивать ребенка и прививать ему любовь к экспериментам. Однако, с другой стороны, этот игровой набор все-таки был опасен в руках детей. Игровая атомная лаборатория была изобретена в 1950 году и стоила около 50 долларов. С помощью этой лаборатории можно было провести свыше 150 научных экспериментов. Звучит круто, не так ли? К сожалению, у данной игрушки все же был один недостаток. В набор входили экземпляры урана, который сопровождал предупреждающий об излучении вкладыш. Да, вы не ослышались. В детский игровой набор входили самые настоящие радиоактивные элементы. Именно поэтому игровая атомная лаборатория исчезла с прилавков детских магазинов спустя два года после появления. Несмотря на утверждения некоторых о том, что уран не самый опасный радиоактивный элемент, попыток возобновления производства предпринимать, конечно, никто не собирается. Эпидермис Игрушки этой серии выполнены из материала на ощупь неотличимого от человеческой кожи. А шерсть на игрушках напоминает по фактуре человеческие волосы. Все игрушки безголовые, а волосы торчат прямо из туловища в том месте, где должна находиться голова. Кроме того, у большинства экземпляров имеются хвосты, представляющие собой металлический стержень. Игрушки предназначены для детей от одного года и позиционируются как развивающие. Однако ребенок вряд ли обрадуется, получив игрушку в виде куска человеческой плоти с пучком волос. Компания заявляет, что игрушки не требуют специального ухода, могут долго храниться в любых условиях и при этом не потерять своего привлекательного вида. Кроме того, их можно украшать, наносить на кожу татуировки, красить волосы и вдевать пирсинг. Скайденсер Скайденсер – это кукла, очень напоминающая Барби, с небольшим механизмом типа вертолета. Летающие куклы находились в продаже вперед с 1994 по 2000 года, так что высока вероятность, что и у вас была такая игрушка. Чтобы запустить куклу в полет, достаточно было лишь потянуть за шнурок, который раскручивал отправной механизм. Однако у многих родителей стали возникать опасения по поводу безопасности летающей игрушки. Дело в том, что крылья у этих куколок очень напоминали лопасти пропеллера и были изготовлены из довольно твердого пластика. А поскольку кукла во время полета могла двигаться совершенно хаотично, неудивительно, что все чаще люди стали говорить о несчастных случаях, произошедших в результате запуска и игры с летающей куклой. Таким образом, компании-производителю, которая, к слову, не сопровождала коробки из-под своих игрушек штампом о небезопасности данной продукции, пришлось отменить реализацию 9 миллионов игрушек, в процессе игры с которыми дети получали различные глазные травмы, легкие формы сотрясения головного мозга и другие травмы лица и головы. Игровой набор криминалиста Эта детская игра основана на сюжете знаменитого американского шоу «Место преступления». С первого взгляда вроде бы интересный и развивающий набор. Ребенок сам ведет расследование и раскрывает преступление. Интересно, правда? Но есть одно «но». В комплект игры входят кисти со специальным порошком, в котором содержится около 5% асбеста, а ведь длительный контакт с этим веществом чреват развитием онкозаболеваний. Именно поэтому данный игровой набор снят с производства с 2008 года, а всем покупателям-родителям было настоятельно рекомендовано избавиться от игрушки как можно скорее. Смирительная рубашка Только посмотрите на эту с первого взгляда милую смирительную рубашку, усыпанную рисунками медвежат. Даже сложно поверить в то, что такое может продаваться в магазинах детских игрушек. Однако не спешите переживать. Эта смирительная рубашка была придумана бразильской компанией для рекламы новых сезонов шоу «Суперняня». Несмотря на то, что такая вещь для детей всего лишь шутка, на сайте Амазон все же можно найти похожие смирительные рубашки для детей. Да, детки порой бывают просто невыносимы. Иногда хочется спрятаться от них и отдохнуть хотя бы пару часов. Однако это далеко не повод заталкивать их в смирительные рубашки. Спиннер Ну и, конечно, спиннер. Эта игрушка привлекла внимание не только детей всей планеты, но и взрослых. Она просто захватила мир. А популярность спиннера только растет с каждым днем. Изначально спиннер задумывался как игрушка для снижения тревоги и беспокойства, а также для улучшения внимания при нервных состояниях. Однако спиннеры, несмотря на свою благую цель, могут быть довольно опасной игрушкой. Совсем недавно сотни спиннеров были сняты с продажи, поскольку содержали в себе такие опасные элементы, как острые концы. Так, одна мама из Австралии пожаловалась на компанию производителя, так как ее пятилетняя дочка во время вращения спиннера чуть не лишилась глаза. Также возникает вопрос, действительно ли спиннер помогает сосредоточиться и избавляет от тревоги? Или это лишь умный маркетинговый ход? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok